здравствуйте ко мне в мастерскую попал комплект вентиляторов который стоит 9000 рублей я долго думал надо ли записывать вообще отдельный ролик по этим вентилятором и понял что надо потому как вот допустим захотели вы купить вентиляторы комплект за 9000 не обязательно за 9 ну дорогой хороший комплект вентиляторов и вот сегодня мы я вам покажу за что вы будете отдавать такие деньги а комплект вентиляторов у нас thermal take ring squad 12 в видео на основном канале были вентиляторы thermal take и у меня остались о них достаточно положительные впечатления вот не знаю какая здесь крыльчатка но на тех вентиляторах которые были в обзоре на основном канале там была крыльчатка формы airpressor да то есть они для для радиаторов для радиаторов и для вдува воздуха в корпус эти я так понимаю ну да тут радиатор вот тоже фотография картинка с радиатором ну типа их на радиаторы тоже ставят вскрываем вскрываем как они хорошо запакованы что-то вот по крыльчатке они у меня уже не вызывают такого доверия как тукфаны вот такая вот крыльчатка у них собственно я узнавал некоторые подробности об этих вентиляторах надо и смотрел обзоры тоже вот но крыльчатку я почему-то там не запомнил какая так вот у них главный прикол это подсветка подсветка которая состоит из из 54 светодиодов вот здесь даже написано естественно это адресная адресные светодиоды и у них в том числе много разных способов синхронизации вот чтобы нам прям точно проверить подсветку нам нужно будет их в любом случае подключать к компьютеру и настраивать через программу а сейчас вот мы посмотрим что можно сделать без этого ну и как проверить питание у них аж 9 пин вот смотрите 9 пин питания неплохо кабель достаточно длинный я вот уже вижу такое толстенный прям толстенные оплетки но 9 проводов понятно получается 4 идет на сам движок и и 5 а нет да нет да да нет а нет я вру здесь их всего 88 проводков вот просто сам разъем 9 пиновый а правда 84 идут на подсветку и 4 идут на вентилятор комплектик такой коробочки вот здесь контроллер на 5 вентиляторов кабель очки кабельки кабель питания самого контроллера так и вот питание еще через molex то есть я так понимаю его можно подключить через микро юсб и через molex ну ладно это проверим еще брошюрочка что как подключается где настраивается есть вот еще такие вот переключатели здесь и как я понял эти переключатели нужны для нумерации каждого контроллера а их можно в цепочку подсоединить до 16 штук для программирования в софте и вот здесь показано нумерация как их ставить три комплекта винтиков в каждом комплекте по четыре штуки длинных и по четыре штуки коротких на этом сюда на этом все пластик как мне кажется достаточно жестковатый для такой цены вентиляторов и насколько я знаю вот у noktua очень хороший пластик и кстати у термалтейк тукфан у них тоже был очень клевый пластик здесь он какой-то как будто бы немножко другой пожестче возможно это еще и от того что ну как бы они с подкветкой и другая форма сейчас вот даже разберу их достаточно просто они разбираются ну по крайней мере вот этот светорассеиватель не так сложно снять и что у нас тут вот такой светорассеиватель и еще вот такой вот разделитель внутри такая вот интересная здесь светодиодная лента она состоит из двух рядов светодиодов и каждый ряд вы можете настраивать по отдельности можете тут по моему их можно делать вообще что-то четырехцветные до четырехцветные их можно делать вот на коробочке показано и это достаточно круто я бы сказал но в случае поломки такого вентилятора вы естественно не сможете его починить ну будучи обычным рядовым пользователем как минимум я думаю что такую ленту вы нигде не найдете да и по-видимому точно такая же точно такой же способ подсветки и по центру вентиляторов вентиляторы естественно pvm и регулируется от 500 до 1500 оборотов подшипник гидродинамический заявлено заявленное время работы 40 часов при температуре 25 градусов размеры 120 на 120 и толщина 25 миллиметров по краям с обоих сторон у них резиновые вставки которые выполняют роль вибра газов и смею предположить что тип крыльчатки у этих вентиляторов air balance которые по сути должны подойти как и на радиатор как на вдув воздуха так и на выдув крепко он сидит на вибра газах сейчас замеряем поток воздуха напомню чем будем мерить так вот это вот шумомер анимометр для потока в для измерения потока воздуха и тахометр для измерения оборотов запускать я их буду вот с такого блока питания начнем с 3 вольт посмотрим запустится ли на 3 вольтах и замеряем все значения на 5 до на 5 замеряем и на 12 вольтах 3 вольта с 3 и 5 вольт запустился ну поток воздуха на 3 вольтах естественно он показывать не будет посмотрим вплотную сколько он даст ну неплохо кстати вплотную вот 06 метров шум можете послушать его вообще нет количество оборотов 446 дальше идем 5 вольт 1 метр шума я тоже никакого не слышу и на 5 вольтах 694 оборота 12 вольт ну на расстоянии достаточно слабый поток он дает вплотную максимально 2 и 6 метров в секунду шум как бы да он сейчас есть совсем небольшой я бы сказал ну вот если например ставить 5 таких вентиляторов в меж корпус то уже будет слышно ну естественно с учетом если они у вас будут работать на максималке и обороты на 12 вольтах 1489 но собственно как и заявлено на коробке тыс до 1500 сейчас можно замерить шум прибором замеряем шум в помещении 41 и 1 децибел возьмем и сейчас посмотрим сколько он даст на 12 вольтах ну было максимально 44 7 децибела в принципе ну для гидродинамического подшипника это нормально вы же помните что скоро еще будет большой тест вентиляторов дешевых вентиляторов в том числе девяностых сто двадцаток до 1000 рублей до 1000 и еще померяем те которые не успели посмотреть так вот я предлагаю сейчас еще взять какую-нибудь дешевскую сто двадцатку и послушать ее сколько сколько даст шума и производительности по потоку она вот да допустим возьмем вообще самый дешевский вентилятор от power case с 3 вольт не запускается тихонечко поднимаем спите уже запустился на 5 вольтах я уже слышу какой-то треск на самом деле не знаю слышно его будет на микрофон или нет но его его слышно шума как такового нет есть только вот такой небольшой отрезка и на 12 вольтах ну 45 и 5 вот максимальный шум можете послушать сумме и он до сумме термотейка конечно но по прибору почему-то не так сильно не такая большая разница и поток воздуха давайте померяем поток 3 метра максимальный вплотную и при этом у нас количество оборотов какое смотрите ровно такое же количество оборотов возможно сравнение не совсем правильные так как один вентилятор у вас сделан для того чтобы максимально сократить расходы на его покупку и при максимальном использовании его как вентилятора а другой вентилятора сделан для того чтобы ваша сборка ваш компьютер выглядел максимально красиво не знаю не всем нравятся все вот эти вот rgb штучки но на мой взгляд вот этот вентилятор можно по праву считать одним из лучших вентиляторов с rgb подсветкой которую можно вот настолько детально и четко настроить под все ваши нужды а как ее настраивать мы сейчас будем разбираться вот значит молексом запитываем контроллер изначально подключив все вентиляторы используем кабель 2 микро юсб один из которых втыкаем в контроллер и один юсб на материнскую плату 2 микро юсб он для соединения нескольких контроллеров и подключаем кабель в гнездо юсб на материнской плате здравствуйте значит первое что нужно сделать для программной настройки это зайти на официальный сайт и скачать нужное приложение в моем случае я загрузил ttrgb плюс версии 2.0 помимо этого приложения вы можете управлять всеми вашими подсветками через голосовые команды с помощью приложения амазона лёхи я так понял это как наша алиса только ну иностранный лёха дальше есть совместная настройка всех компонентов с периферии рейзер чтобы к примеру клавиатура и мышка или там наушники и сюда может быть светились как ваши вентиляторы или оперативка например tt ai voice control это родной я так понял голосовой софт с помощью которого вы также сможете управлять подсветкой всех компонентов с приложениями все перейдем к настройке запускаем приложение и первое что мы видим это наш контроллер с пятью позициями под комплектующие кому неудобно заходим в настройки и меняем язык на русский в зависимости от того что вы хотите настроить вы кликайте на слот и выбираете ваше устройство в нашем случае это вертушки ring quad во вкладке моя система показывается информация по вашему железу и тут же во вкладке скор вентилятора мы видим три наших вертушки которые мы можем дать разные имена и выбрать режим работы для каждого чтобы допустим работал тихо либо максимально производительно после завершения этих настроек нажимаем сохранить далее вкладка подсветка тут и происходит все волшебство кликая по центру вентилятора и нажимаю на вкладке цвет 1 можно менять цвет всего вентилятора и общую яркость выбрав случайный будет проигрываться выбранный эффект просто разными цветами говоря об эффектах общих тут 13 звуковые которые будут светить в такт музыки или звуках кино или игр информационные которые будут светить зависимости от температуры компонентов ну я так понял и эффекты для нескольких вентиляторов суть которых сделать общий эффект на там два или три или четыре вентилятора их всего четыре аврора черная дыра по кругу и мерцание еще в зависимости от того какой стоит эффект и ему можно менять направление и скорость вентиляторы четыре независимых области подсветки для которых можно выбрать разный цвет и эффект каждому из 54 диодов можно задать свой цвет тут уж как работает ваша фантазия залипнуть честно скажу на создание своего цвета и способ освещения можно очень надолго а если не хочется заморачиваться со всей настройкой нажимаете select all чекайте по цвету один и выбирайте общий цвет на все вентиляторы точно также можно для них задать один общий эффект и при необходимости сохранить несколько профилей и просто их выбирать зависимости от ваших нужд а сейчас можете посмотреть на то как запрограммировал их я и вообще какие здесь есть эффекты а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, думаю теперь будет понятно вам и мне стало понятно цена образования на эти вентиляторы Но если вы в первую очередь преследуете цель максимально охладить свое железо и продуть корпус То установка таких вентиляторов на вдув будет не совсем логично На вдув их не стоит ставить Если конечно у вас корпус не каких-то там гигантских размеров и супер продуваемый В таком случае там поставите 8 вентиляторов, все будет хорошо Если у вас какой-то компактный корпус Те же, например, Thermaltake Tukfan Они с прошлых тестов, которые мы делали, они мне очень понравились Вот их на вдув и на радиаторы Они очень классно продувать будут А вот такие вентиляторы их ставить либо кучей, либо только на выдув Все Спасибо, что смотрели Обнял И пока